Врейс Кинг хороший герой. Какой-какой герой? Врейс Кинг хорош против Дума. Конечно. Врейс Кинг это топовый пик, естественно. Среди активных кэрри, которые не только фармят типа Медузы или ландроиды какого-то. Среди активных врейс кинг берешь Врейс Кинг и как бы вообще не обламываешься. Кэрри твоему уже пофигу на дуб. Поэтому тут не исключено. И все еще Эмбер есть для Team Secret. И вот, наверное, думаю, сейчас забанить его или нет. И Магнус. И Магнус есть. А, ну вот. Все-таки Ульга решили под кон тут это дело. Не надо рисковать никогда против Эмбера играть. Как от Секретовского. Так, конечно. Кстати, могли взять действительно Эмбер и Магнуса на мидл опять для Вихи. И видели мы уже это. От Секретов. Эх, неплохо Абадон для ЛГБ зашел. Но вряд ли увидим. Хотя... Хороший герой. Да, его они могут опять взять себе того же Алхимика и будут стоять нормально. Просто Алхимик пойдет на Изилейн фармитом с какими-либо жесткими саппортами. Да, Алхимик не так плох. Аппарат в бане. Много минус арморов. Для Алхимика, как по мне, страдать будет он под Амплифием. Есть ли доверие вообще к Ноутейлу? Очень много жира. Поэтому пока ты будешь вкусить Алхимика, там и Doom, и SF. И, соответственно, с другими героями так же. Но он очень быстро склеивается, на самом деле. Под Амплифием до Кирасы. Там... Да даже после Кирасы все равно не очень приятно. Под Амплифием у него становится... Ну, предположим, что он не 16 уровня, но минус 15 армора. О, Сварда. Ой, Дум Лич. Вот так вот. Лич, Лич, Лич. Лич еще не выиграл, кстати, в первой игре против OG. Опять это очень медленная, тягучая игра от OG. Мне кажется, Secret могут сейчас в БХ какого-то упороться. Просто потому, что OG очень привязаны к линиям и такой вязкий какой-то пик. Ну, вообще не сказал бы, что сильно привязаны к линиям. Конечно, да. Дум Лич, это кажется, что вот они приходят в харду и начинают там стоять напрягать. Так Лич, он настолько активный парень, что он перетянется в мид и будет эсфу и стакать и помогать. Давай, откровенно, это просто бесполезный кусок, который ничего не может вначале. Он просто ходит по карте. Так ты мастерством Лича овладел? Я овладел, да. Я был самым бесполезным. Самым бесполезным. Но 5 стаков делал стабильно. Короче, это просто плюс армор и все. Против лордары больше ничего не может. Ну, в общем-то, да. Но я почему поэтому говорю, что с таким слабым и не очень активным саппортом, который толком ничего не может, БХ, это идеальный вариант. Который мешает и ему делать и стаки, и не стаки, и гангать всю карту, что Лич нигде не может помочь. Это же не Дазл, не Виверна, не кто-то там. У ОГА Линии будет много фармить. Две будут фармить точно. С этим Личом. Еще один был взять, БХ, чтобы не дать фармить, например, на миде вообще. Можно, можно. То есть берешь БХ, берешь ту же Лину или еще какого-то героя. Это героев не так много для Вихи, снова ВР-ка там в бане. Ну, купей должен. Что-то подумать по поводу БХ, потому что он реально хорошо запрет. И два сильных кора потом. Но очень долго думает купей. Кстати, еще возможен Ченк, Бэйн. Нет, все-таки это никакой не ВХ, это просто Бэйн. Ну, это герои на сильную линию. Возможно, сейчас будет взят опять же тот же самый Брейс Кинг. Я не удивлюсь, если это будет, как нам показывали ЕГЭ, дабла в медиа. Бэйн плюс та же Лина. Вот, они ЭСФ просто этого подуничтожат. Опять этот Рубик от ЕГЭ. Так может быть. Но еще и если это Лич Дум, пойду сложно. Опять, то есть Рубик в игре, который... Мне вот не нравится связка, Лич Рубик. Что это? Да, это бесполезные куски. И на линию можно прийти на сложную вот с Бэйном, например. С Лордар Бэйн. С Лордар вынесет свой довольно быстрый блин с оффлейном. Скорее всего, примерно так и будет. Ну, они могут тогда рисковать не получить много на своем изи-лейн керри. Не, я думаю, что Кэй с Бэйном, кто бы он ни был. Герокоптер, например, все еще доступен. Да, они, кстати, ходят. Они две игры ходили. Вот они-то... А, ну вот, вот, Джиггернаут там исходят. Вот они туда и пойду, да. Потому что на Леху они по-любому отправят с Лордара, а Дазл поставят в мид, сейвит мидл и стагат крипов. Потому что нет смысла против плеча дома стоять там даблой постоянно. Никакого толку в этом нет. Еще, конечно, вариант приди туда прям триплой. Да, Зал, Бэйн и Джиггернаут и мог убивать. Но мне кажется, что это не так эффективно, как поставить даблы. Ну и Лина тут идеально заходит для секретов, конечно. Герой, который в соло нормально стоит с СФ. Потому что если брать того же Магнуса, то это получается, что у вас один керри и Магнус. И против Магнуса СФ хорошо стоит. Но вот этого Магнуса, кстати, банит. А для УГ? А для УГ? Да, хорош. Для УГ. Ластпик – это керри-герой, либо это керри-герой. Я думаю, что-то керри остался. Исходя из того, что Джиггернаут и Бэйн могут прийти к ним сложными. Я бы до сих пор панду взял бы. Да. Берем Аси, вообще топ-пик, как по мне здесь. Пол игре может сбивать Бэйну ульты. Пол игре Дазла вкрутить, не давать ему кастовать. Легко сбить палку в драке с спиритами. Это правда. И Амплифай и Диспилит из своих парней. И спокойно в соул постоит. Потому что здесь СФ, видимо, нужна будет поддержка Рубика периодическая. О, нормально постоит. Да? Это он. Аналитика! Это победа! Аналитика! Ух! Идеальный брюмастер! Как я люблю брюмастер! Это мой любимый герой поры Девина Трафтера. А как же... Огненно. Как же Лич? Я думаю, хорошо, что они панду не взяли в предыдущей игре. Потому что они бы выиграли. Поэтому... На эту игру они оставили и все закончится чемпионат. Все. Хорошо. Но Лина должна быть секретом. Лина, Лина. Да скорее всего Лина. Но это Алхимик. Опа. Вот так вот. Ребятки, это... Огонь! Чёрт! Против Team Secret Grand Final. Первый в истории мейджора. Продолжается. Мы передаем слово нашим комментаторам. Спасибо, Иван. Поздравляем аналитиков с этой победой аналитической. Ого, Талик. Последний. Здорово. Ну, да. Действительно, такой пик, который, в общем-то, здесь тяжело было как-то именно угадать. И можно было разве что спрогнозировать. Потому что... Герой просто не самый популярный. На Мэн Эвентис не особо был. Его, да. Его пикали практически никогда на этом турнире. Ну и сейчас залетает сюда Брюмастер. Шанс для ОГ закончить турнир. Со счётом 3-1 обыграть Сикретов. Ну и шанс с Сикретом сравнять счёт серии. Такой. Да. Здесь у них тоже очень интересный пик. Это алхимик, который сможет и Дазлу, и Бэйну дать аганим в перспективе. И самое главное, аганим на Джиггернауте. Ну и посмотрим. Конечно, будет важнейшее значение здесь иметь. Насколько хорошо раскачаются. Вообще, как ставят линии. А пока видим ребята из ОГ, как показывают. Средоточен очень на Тейл. Прям серьёзно-серьёзно. Ну вот смогут ли они по тому, как им так поставили палки в колёса Сикреты в прошлой игре, сохранить свой настрой и всё-таки одержать ту необходимую победу. Если остались силы, если остался такой мотивационный и физический запас, заряд, которым они могут воспользоваться в этой карте, то должны побеждать. Если же Сикреты сыграют грамотно, аккуратно так и сыграли в третьей карте, их тоже ожидает успех. Так что война здесь будет, и мы ожидаем, конечно же, красивой игры, ту страсть, ту вообще, тот бесконечный бой, который на показ лечение первых трёх карт мы хотим увидеть здесь тоже. Пока игра не началась, нам неплохо было бы назвать составы команды. Крит играет на Рубике, Ноутейл будет играть на Брюмастере, Флайн на Личе, Миракл на Шадоу Финде и Мунминдер на Думе. Ну и Сикреты. Поппей бегает на Таслике, на Суппорте, конечно же, Миракл будет медовым Алхимиком, Пайл Дай на Суппорт Бэй, пармящий на Левну на Джекердаунте. Ну и в сложной, в сложной будет стоять Слардар от Мизери. Да, борьба за руну пошла, снизу у нас будет отжимать Алхимик, выходит на него Дум, Дум понимает, что с нулём Армора не повоевать. Ну и сверху Мизери попытается состилить эту руну. И получается, сделал две руны для Сикрета. Мизери, будет ли он здесь погибать сейчас? Он же прокачал каш. Нет спринта, парочку шотов рейзов, Миракл... Олега горла! Хорошо. Да, но тем не менее, для Мизери это хороший размен. Забрал баунти руну и Сикрета был нужден вкачать Кайлы. С одной стороны плюс, с другой стороны все-таки ФБ тоже дало золото. Нормально, нормально. Запайтили на баунти рун, получается, за жадности погиб Слардар, но Миракл то начинает сразу же с ботла. Лич вкачал нову. Он тоже пойдет. Да, ну, в общем, посмотрим, как у нас вначале здесь получится. Нужно, конечно, стараться заденайть максимум крипов против этого Алхимика. И как можно быстрее получить твои души для Миракл. Плай занимает позицию также на миде. Здесь также Крит, боже ты мой. Положает на пальто, посмотри. Телекинезово подвернули к СФ. У СФ отпевается ботлом. Ей Шадоу Рейзи. И вот дальний еще остается. Тычка с руки. Шадоу Рейзи. Дальний дэмэджи слишком. Пайлайдай. Получает последние оплюхи от Крита. Крит ускоряется. До конца идет по... И сюда, говорит. Тот отпевается потихонечку тангустиком. И снова ХП у него хватает, чтоб пережить дэмэдж. Этот от Рубика и выживает. Он в этой ситуации, когда казалось бы, должен умирать. Сразу перетяжка на ТОП. Там брейнтапом съедают от Тейл. Учать Мизери. Тейл развернулся, чтобы пытать Клэ. В итоге Мизери получает просто дэмэдж с руки. Подтягивается Крит. Пытается помочь Телекинез. На ПЛД. Крит. Тоже дэмэджа много схлопотал. Пытается уйти теперь от Мизери. И брейнтапом не съедают его. Все на лоу ХП. Куча разменов. И в итоге выживает. Да. Поздравляю всех с возвращением в эту мизерную доту. 1-0 счет. Но сколько у нас идет ротации. Но с такими активными линиями, в общем, не удивительно. Да. Лейд здесь может быть самый разный. Ну и мидгейм тоже. Есть очень много пылов. Дум с своим раскастом. Бреймастер. Вот так вот. А мейджор и мейджор не заходил. Не лучшая стата. Странно то, что его не пикали. Но здесь объяснили вам аналитики, почему же он заходил. Он действительно делает все, что нужно. Хватило бы контроля здесь нутейлу. Но насколько нутейл хорош. Микро. Ну я думаю справится с премастером. Не знаю, что они герои себе взяли. Самый главный вопрос, который многих мучает. И нас в том числе. Это какого типа будет у нас биха на этом самом алхимике. Мы сегодня видели алхимика в исполнении OG. Он был хорош. Он был крут. Мы видели ранее на мейн-эвенте алхимика в исполнении... Чуть-чуть шот дурейзов. Не убил Меркла. В исполнении Тиманно. Там алхимик был тоже прекрасен. Снизу тем временем нападение джиггернаута. Ну как-то он слишком далеко зашел. И на развороте дум бежит теперь с пупеем. Да, и в итоге видели с вами также парочку радианцев авториновых алхимиков. Смотрим. Судя по всему здесь будет SolarCrest. Потому что уже куплена SageMask и есть бутылка. И вряд ли это SoulRing еще в дополнение. Тем временем у джиггернаута некоторые проблемы. Находят его. Есть Blade Fury. Но вряд ли смогут убить. Покупает себе ТП и просто-напросто делает ТП. Грамотное решение. Видим, что интересно, кстати говоря. Обратите внимание, Monumenter еще. А, никого не съел, да, получается? Да, у него нет дополнительного крипа. Ну, просто с линии ест и фармить за счет этого. Ну, это не очень круто. Monumenter надо быстренько сбегать будет с леса. И какого-то крипочка полезного взять. Стоя против джиггераута неплохо был Barmore. В принципе, можно взять стандартного Болчонка. Можно големчиков тоже. Тут вариант, в принципе, есть. Да, ну и пока что все три линии стоят более-менее ровно. 1-0, напоминаю счет. И это был First Blood, размененный на баунти руну. Doom поменьше крипов имеет, чем Slardar. Но зато у него есть возможность как раз-таки поедать крипов. Угу. Ну, с тангуйсками опустят. Миры-то немножко подригенили. Левел 5 у него уже имеют шадоу-рейзы. Есть стаки уже какие-то. Небольшие плайлы пытаются их улучшить. Ну, если это делать, конечно же, по ДСФчику. Виха контролит руну. Повезет ли на баунти? Да, повезет ли на баунти. Забирает. Есть песчанка монет. Везет сильнейшим. Ну и потихоньку продолжает он. Хотя вот уже видны различия. Он не качает себе Unstable Concussion. Да. На двоечку вкачал Гривел с Гривел. Все-таки более жадный у нас алхимик получается. Он сейчас парочку шадоу-рейза поймал на ровном месте. Мирикл оформляет килл. Вот это подстава. Алхимик, алхимик. Но надо иметь в виду, что третий шадоу-рейза все-таки они довольно болезненные. Как же хорош сейчас лич. Вот этот алхимик со своим физическим уроном от тучи и айс-армор лича спасает Сефа. Не дает его пробивать. Более того, как мы видим, Сеф еще и огрызается. Забирает алхимика. Очень важный фраг. Ну, Мирикл так вот на нубу, что называют, поймал, да? Обычно такие вот киллы довольно простые получаются, только если противник допускает грубые ошибки. Так, и Крит еще раз приходит к Химику. Он еще не шестой. Может ошибиться. Сейчас важнейший момент. Давайте посмотрим, что у нас видит Алхимик. Алхимик спускается. Там нет шадоу-рейзов. Не хватает. А, вот она в общем проблема. Да. Без шадоу-рейзов никак вообще. Вот приходит сейчас саботал. Теперь может уже инициировать, но рейндж не хватает Крит, чтобы дать Но есть Слип на развороте. Айдпайл, айдпайл, айдпайл. И что? Эсид Тайрамор. Эсид Спрейт точнее. Мирикл. Да, там поддержка у него два суппорта. Все говорят, если бы захотели, ничего не спать не сделал. Нет, Слип это замечательно. Просто банки нет. Он даже сбусти его нормально не может никаким образом. Тем временем, Энви нападает на Мунминдера. Или Мунминдер на Энви. На развороте. Меняются по хп. Даже подходит Даззл. Мунминдер оживает. Но его должны здесь съедать. Конечно, ошибка жесткая. Хотя... Слушай, там Мизери потянулся. Мизери. Разворачивается к своей тиммейтам. Мунминдер, чтобы как-то его подставили. Крит аккуратненько подходит. Телекинез. Откидывается. Нет, Крит просто на месте. Ставит на Миндере. Подстанчик. Пошел поездный тач теперь на Крита. Крита есть пейсболт, который он дает. Но подставляется подстан и умирает. Ну, вот так вот. Мунминдер немножко подставил своего суппорта. Спас его Крит. Но вынужден был сам отправиться в таверну. В этой ситуации. Тем временем, Бейн заслипал. Разбудил его. Мунминдер. Миркл показывает красокошаду рейзов. Средний. Дальний. С 37 кп. Это 37 кп. И там Пупей. Какой бюмпе вообще. И Миркл просто наглый удар. И вот такой вот фраг получается сделал. Но там Мизери хочет огрызаться. Красс. Увидели еще и Мунминдера против двух таких толстов. Мунминдер отхиллся с Транквилами. Есть у него манга. Поэтому действительно не хочется драться здесь. И ноль помощи для Бейна. Да, отправился у нас Пайлайдай в таверну. Так, Флай так вот агрессивно пытается вард съесть. Мизери ускоряется. Есть краш. Флай. Но это было очень... Очень-очень зря, по-моему, сейчас сделано. Рядом много тиммейтов. Но никто не решился помочь. Потому что все-таки ситуация опасная. Пайлайдай! Боже, как же он фидит. Ну, он не ожидал, что вот так вот на хай граунде будет стоять Крит вместе с Мираклом. Оформили они довольно быстрый и грамотный килл. Хорошо сейчас заходят во вражеский лес. И, как мы видим, все герои Сикретов стягиваются в лес Рейдентов. В то время как Брюмастер на фрифарме. И он выносит уже довольно-таки много голды. На мид заходят Квихи. 7 секунд кулдаун. Крит выходит. Поднимает его. Поднимает. Выкидывает на шаду. Финда. Первый, второй. Койл. Нужно добивать. Брюмастер раскладывается под хил. Но не успевает Даззл накинуть Грейв. Вверх поднимают Слардара. Вот он тот самый Брюмастер, про которого говорили. Мизери получает еще в лицо. Джаггернаут тем временем падает от дома на нижней линии. Солофак. Вот так вот подставляется. Зли пошел на Нотейла. Парочку шадоу-рейзов Мираклы. И лезть на этот Нотейла не хочется. Красавчик Нотейл. Да, они все молодцы тут. OG просто идут и начинают опять играть в свою доту. То, что они демонстрировали в первой-второй карте. Сноу-болить начинают. Просто вводят в смятение Сигретов. Те как-то группируются. Четвером уже на медлинии. Оставляют все другие лайны, чтобы фармили OG. Есть паника. Есть паника у Сикретов. Сикретов срочно нужно собрать сейчас и делать правильные ходы. Какие? Сейчас мы увидим. Ну, во-первых, надо вот этот фарт уничтожить. Очень много этот фарт вишен дает. Так, и опять у нас Doom заходит во вражеский лес. Видит Мизерия. Мизерия, но без шансов. Боже мой. Doom еще и Ice Armor, который стакается с Ice Armor, леча ворует. Убежал, убежал Doom. Но армор на нем лежит. Да, вот этот Огр, которого он съел, дает 8 бонусных армора. 6, по-моему, дает максимальный, нет, 9, дает максимальный раскачанный улича. Но в данной ситуации 3. И накинут их 2 одновременно, это слишком жестко. Я вот не знаю, бафают ли они, дебафают ли они скорость атаки одновременно. А, складывается ли этот под слоу? Да, да. Это было бы интересно посмотреть, потому что в таком случае Doom просто лучше не трогать. Juggernaut подкушивает. Разочек уже у нас NV отдался от Doom. Есть у него, конечно, там не слэш. Фейзек Вилла, такой стандартный билд. Финут форсу он держится на третьей позиции. Doom, кстати говоря, обходит. Ну и у Moon Minter скоро появится Doom. Точнее, он уже есть. При поддержке одного из тиммейтов можно будет пытаться огорчить в очередной раз. Или как в соло он в прошлый раз сделал. Вообще Doom это не убить с Omni Slash. У него 1100 хп, у него земля, у него еще армор сворованный. Поэтому у Juggernaut ситуация весьма тяжелая в такой ситуации. Это верно. Но Тейл тем временем, переместившись на топ-линию, оформляет себе Blink Dagger. Осталось буквально 20 монет. Будет, конечно же, активным участником любого замеса, который будут образовывать или его тиммейты. При смог атака. Крит вместе с Флаем заходит во вражеский лес. Четвертые лвла у них есть. Находит Пупея. Пупея видят. Пупея цепляют. Дают ему нового. Поднимают воздух. Пупей. Грейв. Да, но и попытается отдаться, как-то потянуть время. Урса. Клэп. Иии, нейтралы забирают. Хорошо. Ну, безунчик. Безунчик. Окей. Не носил с собой ТП, чтобы можно было уйти, прожав шалок Рейв в ТП, но отдался от нейтралов. Это тоже замечательно. Тем временем, Миракл забирает тавр, покупает Мекку, мешают Алхимику фармить нейтралов в стаке, забирают двух вкусных репочков Миракл с Шадоу Рейза. И так вот оккупировали чужой лес. Причем они находятся здесь с полным составом. Это будет Радианс. Где? У Алхимика. Он купил себе уже рецепт, что необычно. И вот эта Сейдж Маска просто остается. Видимо, передумал, а может быть и изначально не думал о том, чтобы покупать себе Солар Крест. Ну, посмотрим статистику. Я уже чувствую, как весь русскоязычный стафф топит против команды Сикрет. Уверен. Именно из-за этого Алхимика. Исключительно. А я сейчас думаю, что еще наш татсмен обязательно подбирает стату по этому Алхимику с Радианцем и Акторинкором. Хотелось бы ее сейчас все увидеть, конкретно по Мейн-Ивенту. И посмотреть, какой же винрейт у него. Потому что этот Алхимик у нас решил ускорить свою фарм. Пытается купить Радианц, фармить дальше. А теперь атака пошла на Энви. Энви раскочивает и уходит. Да, но Энви тут вообще ситуация непростая. Думы ты не пробиваешь. Брюмастера тоже не пробиваешь. Хотя бы из-за того, что у него ультимейт есть в случае чего. Тем временем Дум заходит на мид. Джаггернаут его видит. Аккуратно играют. Ставь отвлекать внимание, пока Миракл снизу тавер. Очередной спешил. Да, Миракл 5-0 у нас идет на СФ. И сверху нападение на Мизери. Вынуждают стянуть сюда всю команду. В четвером наверху несчастные Сигреты. В то время как спокойно СФ фармит им нижнюю линию под прикрытием Рубика. Нет, он уже улетел. Да, улетел на топ. В тот неловкий момент, когда фармящий алхимик по нутворцу вступает СФ чуть ли не 2000 на 200. Да, я кстати говоря такое вижу, ну может быть не впервые, но это очень плохо. Вот здесь как раз очень плохо. Потому что боевой потенциал у него абсолютно нулевой. У СФ боевой потенциал огромный. Ну да. Он самый главный заводил, можно сказать. И самый главный хелпер за счет того, что у него есть Мека. И барабаны появляются. И вышка сверху падает. Да, ситуация прямо скажем непростая. Будут заходить на Рошана и пытаться нахалявить. Если их там примут, если им не дадут забрать этого Рошана. Ну Миндер может попытаться как-то спалить сейчас. И... Ага. Нет, не решились. Не решились. Слишком опасно. На топ вот тут, чтобы Тавр спасти. А вот Миндер теперь сам Рошана зашел, там никого не обнаружил. Могут ли сами OG забрать. Ну вообще на счет Мекки конечно. Но правда долго будут. Да им не к чему рисковать. Им нужно сделать какой-то минус, потом забрать. Хотя в принципе заходят. Заходят. Да есть Мека, да. То есть конечно будут бить его довольно долго. Но тем не менее. Тем не менее SF справляется. У него левел 11. У него прокачано уже на единичку Аура. Вот этот дебаф с Налхимика. Можно им ставить. Конечно подай с армором в танковый динатно. Ну вот если мы посмотрим сейчас по артефактам, которые первые появились в обеих команд, то мы с вами увидим, что артефактов командных у Secret нет. Аквилы только с собой Ауры. А там. Барабаны имеем. Рецепт на радианс очень сильный артефакт. Урну имеем. Да. Понятное дело, что рецепт на радианс это очень-очень большая потеря темпа. Ты правильно сказал. Потенциал Алхимика для драки сейчас просто-просто никакой. Сюрпрайз. Сверху могут потерять вышку. Скорее всего дефить ее не будут. Да, так и есть. Отдают вышку на Рошана. Размен хороший. Теперь самое главное для них, что секреты этого Рошана забрать не смогут. Так. Ну и Алхимик почти дофармил. Но еще не дофармил. Очень поздний радианс для Алхимика. Четырнадцатая минута игры. Именно так. Хотя нет, подожди. Радианс на четырнадцатый. Я не помню, когда алхимики выносят обычный радианс. Боже мой. Ну ладно. Бог с ним. На самом деле, вроде нормально. Даже довольно рано. Так. Зарезает. Теперь НТЛ находит и Энди Энди. Блэйд Тэнс и ТПАУ. Блокополучно сваливает. Здесь его только разве что дум какой-то может остановить. Так вот. Какая ситуация на карте у нас на четырнадцатой минуте? Ситуация плачевная. Для СИК это все грамотно будет действовать ОДЖИК. Потому что у них есть все для того, чтобы драться. Давненько уже Праймал Сплит не юзался. Давненько Рейка не в кастовый ОСФ. Есть ИГИС, есть МЕГА. Вперед. Вперед. Труба зовет. Нужно сносить ТЕР-1, ТЕР-2. И пока СИК это ничего не смогут сделать. Так. Ну вот. Нам показывают статистику. На Мин-Ивент. Франк Мейджор. Алхимикс Радианс. Без Радианса три игры, три победы. Шахмат. Все просто. Ну, такая себе статистика с точки зрения игр, конечно, маловато. И если сейчас будет победа, можно будет перевернуть. Миндер делает вид, что он иллюзия. Может сработать. Миндер хорошо получает, кажется, что он иллюзия. Да. Типа настоящий Doom снизу, как будто бы. Ну, такой развод, если прокатит. Ну, конечно, нет. Сикреты здесь слишком сильно боятся. СФ заходит, бьет вышку. Сверху у нас, тем временем, фармит Пайлайдай. Есть уже седьмой левел у него. И, наконец-то, Радианс. Да. Сейчас бы пофармить Алхимику где-нибудь. Вот это вот тоже опять такой неловкий момент. Потому что у Стардара появляется блинг, казалось бы, да, для драки. А Алхимик и Радианс, казалось бы, не для драки. И, в итоге, такая вот стыковка получается. Ну, Space нужен сейчас для этого Алхимика. Где фармить-то? Радианс, конечно, это замечательно. Но ты бегаешь с ним на базе и не фармишь вообще ничего. А ОГ как раз таки, они, да, не нашли драк. Они пошли и просто спушили одну вышку. Сейчас спушат вторую вышку. И можно будет идти по верху, где стоит два тавера. Да, именно так. А после забора всех внешних таверов можно будет уже и попытаться зайти на возвышенность. Просто непонятно секретам, чем остановить противника. То есть, да, есть XS Spray, который мешает пушить. Ну и, в общем-то, все. Спама нет. Спама вообще никакого нет. Это большая проблема. SF просто зайдет, начнет бить КГ и попробуй ему что-то сделай. Единственное, что, конечно, минус урона по таверам не так много, как хотелось бы. Ну и Сефа хватит. Как мы видим, вот он один справляется. Там, если ты на него нападешь, сразу же какой-то брюмастер, лич, все это в тебя залетит. Будет неприятно. Ну, забей, да. То есть драку секретам практически на данный момент не выиграть никак. Ну и спушивают тир-2 снизу. Миракл должен, так сказать, забирать себе, конечно. И подъем на хайграунд сразу. Молодцы, вот же. Ой, молодцы. Ну, нужно стянуть. Я не думаю, что прям пойдут на бараки. Хотя, кто их знает. Да, Егис есть, Праймл Сплит есть. Что значит, не пойдем на бараки? Пойдем. Залетим даже. С песней. Поднимается Миракл. Мизерям флипает. Знаете, ой-ой-ой-ой, от Клэпа уходит. Хорошая реакция. Слардар отлично Мизеря отыграл. Мант осталась у СФа. И... Неужели отходит? Вот Крипа, правда, потеряли сейчас. Да, отойти. Самое лучшее. Просто отойти, пойти зафармить линии. Пойти по верху, там еще две вышки стоит. Но идут дальше. Пока есть АЕГИС. Но проблема в том, что это, опять же, спейс для алхимика. Пока они будут его разыграть. Он сможет еще что-то фармить. Возможно, да. И, возможно, заберут эти вышки после того, как АЕГИС закончится. Ну, стоят. Так уж больно. Немножко погрызли Тир-3. 500 хп, слышали. Там вот довольно агрессивно действует Энви. Да, и нужно обращать на него внимание, потому что он может сойти Тир-2. Отменяются ТП, потому что... А и он тоже отменяет ТП. Лол! Ой, Лол! Это может быть такая ошибка сейчас от Энви. Знают, что его нету. И... Он пешочком, пешочком. Он-то пытался обмануть в расчете на то, что это не видят. Смотри, разворачивается. Пойдет убивать Тир-2. Лол! Вот так вот Джи же просто пойдут... А! Куда бежать? Куда бежать? Вперед-назад! Назад-вперед! Помогите, спасите! Энви растерялся без своего Корги Роял! Фантастика! Что же происходит сейчас с Сигритом? Это просто мискоммуникейшн! И уже начинает грызть Тир-3. Нет уже глифа. Это будет потеряна сторона Энви и Энви! Ай-яй-яй-яй-яй! Важнейший момент! Если Бон ушел чуть-чуть в тень и отменил ТП в тени, то возможно бы ОГ и отступили. Но они все видели. Лэп пошел. Стан на развороте от Мизери. Быстро снести. Получится ли Финсгрипп? Финсгрипп! Ну нет. Чайник залетает по Вихе. Дальше потянули Бэйн на Силикинез. Бэйн пытается жить, но не получается, что Рейза приговаривает его. Убирают война. Нужно ломать барак и отступать. Это сейчас будут огромные шансы на победу во всей серии. Вот Энви веселый такой, ручками машет на фейс-зак, пешочком до базы. Веселому в доту играется. Энви, 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 Энви. Какой же ты жесткий! Энви потерял нижнюю линию. Да, Энви... Энви вернулся. Тот самый... Тот самый Энви, но вот сейчас попытается кого-то план перехват реализовать. Ну вот сейчас, если он еще сдохнет, это будет просто лучше, да? Ну, ему выходить даже ни в коем случае нельзя. Да. Аегис закончился. Слишком много героев в врагах. Кого-нибудь одного бы встретить под минус армором, но нет. И в итоге не удается ему ничего сделать. Слушай, а вот Брю то одного можно оформить, он без хп. Или Дума. Но Дума не 1300 хп вряд ли. Но вот сейчас заходит песня с Мизери, он не слэш пошел. Мун! 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 Покажи, в сити юзает! И айсайдбор на себя бежать, бежать, бежать. Такой же толстый Мун! На развороте! Дум! Энви! Энви уходит с тп, брюмастер и селедка умирает. Такая отстава Мизери? Ну, Мизери как бы сам вписался. Я, честно говоря, был уверен, что хватит. Все артефакты зачем-то Мун Минендер выкладывает, не знаю зачем. Я был уверен, что урона хватит. Все-таки второй ультимейт уже был у Джаггернаута. Но Дум набрал себе слишком много всего уже, видимо, к такой стадии игры. И десятый левел. Забирают Слардара. 2-80. Счет. 7500 ведут ОГЭ. Да и... Как же он не катим? Энви. Сенжин Яши нету, есть только Манта. Но СФ быстро под ней бегает. Энви! Фейзы бежать, бежать. Страшный СФ. Не фидить, не фидить. Не фидить. Поставил Хеллингвард. Будет жить. Миркл тут до конца. Сейчас может встретиться, говорят, и бежится. Фингри пошел. У Миркл есть Манта Стайл Мекконовка. И может дать Клэ по троим. Неплохо стан от Мизери. Миркл таки падает. Не смог ничего сделать. Брюмастер. Брюмастер. И Биг Дэдди застрял в кустах. Биг Дэдди в кустах. Умирает в кустах Биг Дэдди. Крита пытается поймать также. Крит пытается у Симон. Миндр прожав землю, конечно, должен убегать. У него у Спид хорошего. Крита такого у Спида нет. Он пытается, а не тралов у Миндреки не получается. Что-то сделать. Вика делает даблкил. Погонит за Миндра до конца. Мизери по спринтам ускоряется. Есть. Блинкдаги раскручивает стан. Вика есть. Крашас. Мизери хорошо влипает дэмэдж. Вику тоже свой стан дал. Принцап он покидает немножко товарища Мундминдера. И пить с руки надо. Как же ему тяжело. Тяжело. Живо прилетает. Но нет. Это не просто ситуация. Минус 4 в исполнении команды Сикрет. Да как же сейчас Энви забайтил. Пошел за ним до конца. Миракл отдался. Биг Дэди отдался. Уже поверили в свою победу. И сейчас на самом деле большие проблемы. Потому что все отставание сошло на нет. Нижней стороны нет. Но Алхимик с ней спокойно может фармить. Просто за счет того, что крипы все время близко к базе. За счет пассивки поднимать очень много голды. Подзакинули OG. Подзакинули. Это довольно знатно. Это может стоить им сейчас вообще всего турнира. Ну, откровенно говоря, конечно, да. Дали там четырех героев. Но сторона по-прежнему. Сторона отсутствует. На двадцать первой минуте. Это плохо. Это все время. У тебя нет возможности даже на Рошане элементарно траться. Потому что ты все время вынужден вбивать нижнюю сторону. Ну, если Алхимик сейчас соберет себе манту. Она не за горами. Он отпушивать будет знатно. Здесь вот именно одна сторона против Алхимика. Она как-то... Но все равно прицепник будет. Не менее. Так, смотрим сейчас. Важнейшая атака. Если получится Смоук, могут... Так. Заходит Брюмастер. Не туда прыгнул. Но одному должны забрать. Да, здесь никого. Но... Пайлайдая пытается уйти. Да, есть Юльчик. Это... Сплят под ареном. И в итоге... Бэйна забирает. Да, минус Бэйн. Но потратили много. Одним временем еще и Пупея поймал. Но Пупея это тоже не так много. Бум его будут сливать здесь. И Ильич не церемонис. Просто закидывает в него фростбластера в уровне прокачки и приговаривает. Хороший смоуганг. Забрали двух саппортов. Но, скажем так, плюс-минус. Конечно, шли сюда за коргероем. Так они Эншента всех забирают. Противника-то посмотри. Ой, вот это очень неприятно. Вот где плюс. Вот где основные бабки. Не тех саппортов, что они убили. Весь бонус по голде находится на Эншента. Я прям слышу ох такой, как только увидели зрители, что все эти Эншенты сейчас упадут. Ну, ничего не поделать. Да. Эншенты будут зафармлены. И опять немножко впереди оказывается у нас УГ. Все еще стоят вышки наверху. Все еще можно их спушить. Герои для этого подходящие. Алхимик все-таки в боевом сетапе не очень хорош. И есть Рошан. Сейчас Рошан. После чего спокойно забирать верхнюю линию. Или идти по миду заходить на хайграунд. Варианта тут два. Да? Получается. Но Рошана нужно еще как-то прочекать, пока он вне видимости. Для ОДЖИ никто еще не прочекал. И вот сейчас придет туда товарищ Нотейл. Рубик есть. Блинтаггер. Владмир у премастера. Неплохо. Крит. Крит тот самый Рубик, который творил чудеса. Тоже очень хорошо на нем отыгрывал. Не только на тусике. Ну, действительно, Крит на этом турнире подсобрался. Как говорил Энэс, он там очень долго пытался ворваться в доту. Все время с датскими миксами. Но, как выяснилось, не с теми датчанами он играл. А вот с Нотейлом как-то пошло. Да. Все, забрали. Забрали и теперь верхняя линия нас ждет. Как раз ее соперник запушил. Сейчас быстренько откушать остальные лайны. Ну или неужели пойдут по миду? Просто все-таки очень много голды сверху. Ты забираешь две вышки и саппорты твои покупают сразу еще что-нибудь. Ну да, как мы видим, пока что оставляют одного лишь только Рубика наверху. Простая истина. Нельзя гнаться в перепалку с Алхимиком в плане, кто больше нафармит. Алхимик всегда выиграет. И чем раньше ребята из LG будут подниматься на хэгграунд и приближать свою победу, тем больше вероятно, что они, собственно говоря, и выиграют. Да. Алхимик тем временем ТП жится на мид. Все спасаются на ТП. Ну и все-таки по верхней линии пойдут. Да, притировали все LG. Ну и есть возможность секретом пофармить. Алхимик этой возможности будет пользоваться. Две с половиной тысячи монет. Ну и СФ все еще впереди. Вот эта вот ситуация. У него все еще есть эггис. И в прошлый раз он заходил на хэгг, у него было, конечно, поменьше артефактов. Сейчас он попрочнее. Самое главное, появились владмиры дополнительные у команды. И левел он тоже себе поднял. Да. Идет вперед Миракл. За ним вся команда. На миде также не дают запушить. Ну просто для того, чтобы товара не падали. И до сих пор потеряли только два тавра сверху. И то один из них из-за Энви, который там отменил ТП. И вынужден был оставаться добивать его. Так, а там поставил, собирал себе алхимик. Очень интересен тот момент, что байбек он себе не оставил. Он не будет драться с Атаник. Вот это артефакт появляется у Миракла. Да, это уже не 1200 хп. 1700. Сломал первую вышку, идет на вторую. Ну все это подготовка. Подготовка к Final Push там. К финальным заходам. Дум забирает реген. Как раз восстанавливает себе всю ману. Все еще оставил себе Ледяного Огра. Считает, что он порешает сильно. Ну и наверное он прав. В такой ситуации здесь просто кидать весь плюс армор на Шадоу Финда. У него уже 12 плюс 25. Смотри, 67% резистов из урона. Офигеть. Ну тучка не пробивается. Алхимик полетел домой. Оставил иллюзии. Снизу вышка упадет. Но SF уже начинает пинать хайграунд. Фортификейшена нету. Кидают инфибл, но дэмэджа все равно слишком много. Да, вот они. Два айс армора. Один от Огра, один от Лича. Но сейчас фиф повесили. Есть смысл его переждать. Все-таки. Даже под вивом слишком много. Слардар залетает. Стан. Стан также Талхимика ворует. У нас получается стан Рубик. Не страшно. Тир-3 уже потерян. По-прежнему нет Глифа. И не знаю, что делать Тиклит. А Драку-то не пойти. Пытается склить и Титер Нейбен до конца. Надеюсь, больше таких закидонов с ТПшкой не будет. Брюмастер ворвался. И просто создает спейс, пока SF ломает базу. Вот так вот спокойно, быстро, без проблем, без замеса. OG снимают две крайние стороны. И уходить. Просто уходить. Слардара подняли в воздух. Отступить. И в следующий раз можно с Саегисом драться. Разбудить пандой дума. Нет, не будет. Остались. Стан Мизери Амплифай вешать. Стан Талхимика пошел по двоей неплохо. И финсгриппом сцепили Муна. Крит. Телекинез. На развороте Шива пошла. От Муна стянули вниз. Файлайт дайпл. Финсгрипа ровно открыта. Крит. Молодец. Ну ты просто красавчик. Да, Крит сейчас сделал огромный объем работы. И можно не уходить в такой ситуации. Все стянулись. SF все еще с Аегисом. Ну мид, мид, мид нужно подпушить. Пачка крипов слишком далеко сейчас. Без этого никак. Да. SF 7-1-1-1. В шаге. Просто в одной линии OG находится от победы на этом мейджоре. От миллиона долларов с хвостиком. Ну хвостик такой в виде 100 тысяч. Доллар крест. Я не знаю как пробивать SF. На него там вешают. Даже под ультимейтом даззла у него остается десятка армора. Это в пике. А так у него порядка 30 или даже наверное 40 уже будет. Брюмастер покупает тревела, чтобы перестал их сплитить алхимик. Последняя сторона остается. Да, и по ней идут конечно в OG. Они хотят закончить игру прямо здесь и сейчас. Секреты. Капитан, пупей. Надо срочно что-то придумать. Как же хороший этот пик брюмастера был. Действительно он сейчас создает такой спейс. Ну я просто пытаюсь придумать героя, который бы так же круто зашел против всего того, что есть и так же был бы при этом хорош на лайнинге изначально. Довольно мало. Doom покупает Crimson Guard. Продолжают станки SF. Все это за давление. Миракл все пытается как-то отзонить от своего тавара. Не получается что-то сделать. Мантастайл дюзайт. Виха подошел. Получил оплюхи от SF и контактный бой идти не может. Виха, он не дерется. Он не дерется 28 минут. И не драться, но будет еще очень-очень долго. Точнее не долго, если OG сейчас просто просто снесут в сторону. На следующем мейджоре. На следующем мейджоре возможно, согласен. Пайлодайк. Рейнсап на Миракла. Падает систи Аегис. Crimson Guard активируется. Есть еще мека незабываем. Для себя так легкую байтит. Есть Мекантр. И, боже мой, потратил никуда на иллюзию. В иллюзию джиггернаута. Джиггернаут рывается. Думай теперь нет. SF очень битый. Есть Татаник. Мизери. Мизери. Польза Шулу Грейп. Пока жив. Но примастер не отпустит. Финсгриба ровно от крита вновь. Пошел Виха. Стан. Виха сам проседает. Подняли вью. Подтягивает сейчас OG. Миракл можно вкасновать Реквием. Можно вкасновать Реквием. Реквием в него. Прям Виху разорвало к чертям. Финсгриб на Мунминдера. Не страшно. Мизери. Байбэк. Алхимик. Пытается как-то спасти эту ситуацию. Телекинец. Бейна поцепили поближе. Мунминдер. Пытается раз оказывается. Живо. Тихо. Неплохо. Мунминдер растоптали. Он. Таверне. А Егель закончился. У СФ нужно уходить отсюда. Отдали одного только Мунминдера на два байбэка. И это очень хороший размен. Пытается догнать. Пытается поймать. Мизери до конца. За Миракл. Не падает. Крашем. Вешает апплюфай. Миракл просто-апросто на ноге уходить. До конца идет Мизери. Не башет с удара. Но Тейл здесь с Клэпом встречает. Приходит Виха. Виха после байбэка. Они пытаются идти просто до конца. Если они сейчас здесь подставят, скорее всего игра закончится. Краш в очередной. Миракла. Мека. Через секунду появится. Есть Мека. И Мизери. Мизери. Байбэка нету. Мизери уходит. Нужно выкидывать Вики. Выкидывает бочку. Но. Цепляют его. Байбэка нету. Напомню. Виха получает. Грейв за счет Грейва живет. Тем временем. Минус 0 леча. Миракл. Крит. Крит. Но как ты это делаешь? Убивают двух гор героев. Пайлайдай. Пайлайдай тоже скорее всего погибнет. Клэпом добивает его на Тейл. Это минус 3. 3. Герои сидят в таверне. Сейчас двое из них без байбэков. Но далековато находится от базового противника OG. Они идут хилиться. Главное, что не будет алхимика. Он за это время ничего не успеет нафармить. Но Тейл в этой игре никаких претензий. То, что он должен делать на этом брюмастере, он выполняет на 100%. И еще там подсейвил там на хосте своего эсэфа. Потянул время. Ну и Крит. Крит. Крит пожила. Да. Крит саппорт. Вот это тот самый саппорт четвертой позиции, который творит чудеса. 4 тысячи колдов крита. Это, понимаешь, в нужный момент своровать кинкрип, его юзать, причем до конца и полностью. Сбить тп крашем ворованным Крит. Типичный богоподобный Рубик. Ну теперь уже открыта. Да. Ну и не торопятся OG. Есть вариант подождать после появления следующего Рошана. Надо как следует закупиться. Очень много золота. Сейчас все нужно перебить в артефакты, перелить. После чего уже, да, аганим. Ооо. Просто аганим. Вив это в лучших традициях было бы, да. А Крит может. В лучших традициях. Капитана Нави, а Пупи как бывший капитан Нави, может здесь. Ну, вот SF где он есть? У SF 40 армора. Под айс армором. Еще второй айс армор от Дума. Еще сверху Солар Крест. И сверху аганимный Вив. SF просто можно и не бить. Проще. Только станет и магией. Так и происходит в основном. Что действительно на него забивает. А потом он разворачивается и вдруг оказывается, что с ним драться вообще неприятно. Так. Ну что, ждут Рошана. Рошан появится через 2 минуты. За эти 2 минуты неплохо бы Сикретом было... Не умереть. Не умереть. Потому что уже сейчас ОГ выходит поджимать. Вот это мне нравится. Знаешь, что? Вот посмотри на Алхимика. Он осознал в процессе игры, в решающем матче в карте, что не нужен был Родианс Манта Стайл. Нужны бабочки, нужны различные Солокресты. Он все, по-моему, пытается собрать одновременно, но это тоже ошибка. Ушел бы до конца в этот билд. Но если бы сейчас купил Октарин, это вообще без шансов для Алхимика. Вообще ничего не взялся. Да. Покупает Алебарду, пользуясь тем, что нету Black King Барона на Shadow of Fendi. И это 4,5 секунды дизарма. Может порешать. Но с Аегисом будет слишком тяжело отбываться. Я уже поздно это Виха понял, что нужны вот такие именно артефакты, чтобы бороться по денегам. Чтобы драться. Действительно драться, а не просто бегать. Ну смог прорезали. Ну что ж, смог последней надеждой в исполнении Team Secret. Потраться на Рошан, я думаю. Бать пока на Envy. Envy Manta Style BF. Байбеков нет. Есть только у Бэйна. И да, пойдут на Рошана. Пойдут на Рошана. Они боятся, что... Вот, подцепили Мун Миндера. Под Амплифаем пытаются разобрать. Есть Спин Грипп. Но Тейл сразу же юзает. Привал Сплит. Мун Миндера так просто не забрать. Ребят, не забрать. Он не слэш юзается. Шива. Крипсугар. И он жив. И он просто жив. Опять на развороте. Чайник залетает. Мизери. Плохо его пытается посылить его Даззл. Просто бегает прямо со своими под аренами. Разобрали Слардара. Дум получает Тернал Эдри. Крит идет. С Бэйденцем о ровном на пленке. Дальше Эдри просто поднял Телекинез. Даззл с Эвит. Шилу Грейвом пока. Но это не только на время. И сбивают. Да, сбивают Телепорт. Эдри в итоге страдает. Минус Эдри. Остается Пупей. Пупею дают пиво. Байбэк Бейна. Байбэк Джиггернаута. Спасти Пупея с гемом нужно любой ценой. Пупей дает себе Грейв. Живет Алхимик. И вот он Алхимик. Вот он Алхимик. Как он ворвался. Посмотри какая Манта Стайл. И бежать теперь. И бежать. Потому что больше ничего нельзя с таким Алхимиком сделать. И это проблема. И просто идут сейчас в третью сторону. Пользуясь тем, что двух героев нету. Да, Мун Миндер. Мун Миндер и Биг Дэдди, который его засейвил своим мультом Брюмастера в очередной раз. Да и тут, кривенно говоря, Дум там просто пережил все. Ну, Дум очень толстый, да. С ним тяжеловато. У него Кримсон Шива заряжает банку. Крис выкидывает банку. Плохо. Осталось два Барака. Два Барака разделяет Олджи от победы в этом мейджоре. Миракл просто пробивает сейчас милишный. Как Трасслос угридал. Старда, банка троим. Хороший Брюмастер. Банка. Отличная. Но смысл ли убить? Как же раскастовывается Шадоу Финт. Тут же Гернаута. Большие проблемы. Он уходит. Живой. Вихо. Без ХП. ГГП. Олджи. Сделали это. Фантастика. Из нижней сети. По-моему, это впервые. Воу-воу. Покажите сцену. Взрывается она. Фанфары. Ха-ха. Огонь. Это бомбануло, по-моему, у кого-то только что. ОГ. Фантастика. Я не помню ни разу, чтобы команда полностью проходила этот атак под названием нижняя сетка. Б1 в первом раунде. Далее. Вот они. Минески. Виртус Про. Си Ди Си. Ехоум. ЕГ. И в конечном итоге секрет. Как? Как можно выиграть так много, не проиграв при этом ни одной серии? Впервые в истории премиум-турниров происходит именно такое событие. Гринь. Б Turkey.